Это Samsung S21 FE. Аппарат новый, весьма неплохой и в своем сегменте явно выглядит адекватным вариантом для покупки. Но что если сравнить его с одним из лучших смартфонов топ-сегмента по соотношению цена-качество? Моделью OnePlus 9 Pro. Сможет ли Samsung тягаться с оппонентом? Давайте попробуем разобраться. Тем более по стоимости они фактически равны. За аппараты, как обычно, спасибо моим друзьям из магазина Цифрус. Доставка по всей России, огромный ассортимент популярных гаджетов от разных марок. А по ссылке в описании подарок при покупке. Теперь начинаем. Комплектация, конечно, лучше у OnePlus. Это понятно. Зарядка на 65 Вт, качественный чехол. У Samsung раскошелились только на кабель Type-C. Даже пленку на экран пожалели, пришлось клеить отдельно. Внешне OnePlus все-таки видно, что классом повыше. Спинка стеклянная против пластиковой. Экран чуть изогнут. Сразу понимаешь, что 9 Pro это флагман. FE тоже неплох, но ощущается подешевле. Хорошо хоть рама и там и там металлическая. Тут Samsung экономить не стал. По габаритам Samsung чуть шире. Но OnePlus толще, длиннее и тяжелее. Так что в руке он ощущается более громоздким. Пользоваться одной рукой менее удобно. По разъемам отличий нет. Type-C версии USB 3.2 у Samsung и 3.1 у OnePlus. Диода уведомлений нет. Полноценный Always-On на месте. Далее дисплеи. 6,4 дюйма у S21 FE и 6,7 у OnePlus. AMOLED 120 Гц, но разрешение у OnePlus выше. QHD+, против Full HD+. В целом я поставлю дисплеи на один уровень. Хорошие, яркие, сочные. Под углом радугой не переливаются. Я доволен. Причем и в плане разрешения вы заметной разницы не увидите. Для 6,4 дюйма Full HD+, хватает совершенно. Минимальная яркость белого поля 0,8 кандела у Samsung и единица у OnePlus. Максимальная же выше у FE. Я был даже удивлен таким цифрам. Обычно аппараты выдают около 1200 нит, что и показал OnePlus. По шим обоих хвалить особо не за что, но Samsung все-таки хуже. От 50 до 160 процентов. При шим на частоте 240 герц. OnePlus же в диапазоне от 50 до 110 процентов. Пульсация на частоте 360 герц. DC димминга ни там ни там нет. В общем, если шим прямо критичен, то дисплей OnePlus будет чуть лучше. Касаемо звука внешних динамиков, отличий почти нет. И там и там стерео. И там и там он умеренно хорош, но не идеален. Сканеры отпечатка пальцев под дисплеями. Бывают сенсоры покруче. К примеру, у S21 Ultra. Но в общем-то я обоими доволен. Разве что на Samsung его можно продавить. Плюс на OnePlus он низковато расположен. Но это мелочи. А вот вибрация на 9 Pro заметно лучше, чем на Samsung. Тут корейцы сэкономили. Мне кажется, что на каком-нибудь Poco X3 вибро как минимум не хуже. С мотором OnePlus такое вибро не сравнится. И в этом плане Samsung ощущается более дешевым смартфоном. А что на деле? Какая между ними разница в цене? Е-каталог показывает, что базовый Samsung S21 FE 6128 можно сейчас купить за 40-41 тысяч рублей. 8256 дороже. 48-52 тысячи. Честно говоря, великовато разница между версиями. OnePlus 9 Pro к моему огорчению начинает уходить из продажи. Вариант 8128 продают за 48 тысяч. А самую адекватную и популярную версию 8256 пока ещё можно найти за 50-52 тысячи рублей. Кто хотел брать его, советую поторопиться. Получается, варианты на 256 стоят одинаково. А базовый Samsung выйдет тысяч на 7-8 дешевле. Ссылку на Е-каталог оставлю в описании. Переходите и мониторьте актуальные цены. Идём дальше. Производительность. Оба работают на топовом Snapdragon 888. Оперативка LPDDR5. Постоянная UFS 3.1. Слоты под симки двойные, без поддержки карт памяти. В Antutu оба дают результат как под копирку. За три прогона просаживаясь весьма существенно. Да и нагрев батареи одинаковый. А вот на практике в том же Genshin Impact OnePlus всё-таки получше. Я ставил на Samsung Game Booster Plus. Но всё равно. Genshin Impact он просаживается больше. И средний FPS тут меньше, чем на OnePlus. На 9 Pro просадок до 13-15 кадров я в целом не наблюдал. На Samsung бывало. Так что для игр я бы предпочёл OnePlus. Но понятно, что если играть в чуть менее требовательные, разница будет совсем не велика. Касаемо же интерфейса. Я за Samsung. Да, в плане анимации и скорости он пусть и быстрый, но конечно уступает OnePlus. 9 Pro воспринимается чуть более шустрым по анимации и скорости работы. Но оболочка Samsung явно стабильнее. Да и перспективы тут ясны. В отличие от туманного будущего Oxygen. Для многих это вроде бы мелочь. Наверное, как и бестолковый глюк OnePlus при постановке паузы на YouTube. Постоянно он сам скидывает паузу и продолжает воспроизведение. Приходится останавливать повторно. Бесит страшно. Заметил такое после обновления на 12-й Android. А вот что гораздо хуже и на что я раньше как-то не акцентировал внимание. OnePlus режет герцовку в приложениях от Яндекс. Браузер, навигатор, карты, музыка. Везде он переключается на 60 Гц. Тогда как Samsung продолжает работать на 120. А программа от Яндекс у нас очень популярны. И на самом деле мелким недочётом я это всё-таки назвать не могу. Так что по совокупности победу отдаю Samsung. Что с автономностью? Батареи на 4500 мАч. Могу сказать, что с обновлением OnePlus всё-таки стал жить чуть-чуть дольше. Но тем не менее, у меня выходит максимум 5 часов экрана. В долгожители его точно не запишешь. Samsung, впрочем, тоже выдаёт средний уровень. В районе 6 часов работы дисплея. За час просмотра YouTube на средней яркости уходит 6,7% батареи. Полчаса игры в Genshin Impact 16 и 19%. А вот заряжается OnePlus ощутимо быстрее. 0,100 за полчаса ровно. Тогда как Samsung за это время пополнит лишь 53%. А на 0,100 ему понадобится больше часа. У обоих в наличии беспроводная зарядка. 50 Вт у OnePlus против 15 у Samsung. Есть и обратная беспроводная для зарядки ваших гаджетов. Теперь о камерах. У обоих три модуля. У обоих в наличии телевики с трёхкратным оптическим зумом. У OnePlus даже 3,3. Но об уровне его съёмки вам уже давно всё известно. Основные модули у аппаратов хорошие. И снимки с них получаются очень достойные. Баланс белого схож. При съёмке снега в тени оба уходят в синие тона. Но на открытых местах исправляются. В тенях OnePlus может перебарщивать с чёрным. Samsung чуть лучше вытягивает тёмные участки. Зато контрсвет OnePlus отрабатывает чуть лучше. HDR срабатывает эффективнее. В помещении всё очень близко. Единственное, по цветам Samsung мне нравится чуть-чуть больше. Картинка чуть более приятна глазу. Но разница совершенно незначительная. И на самом деле основные камеры у обоих мне реально нравятся. Ширик у OnePlus имеет автофокус. Это весомое преимущество. И на ряде снимков, при кропе и правда можно заметить небольшую разницу в резкости. Как правило при съёмке в помещении, когда света чуть меньше, чем нужно. Ну и ночью, конечно, это даст свои плюсы. Но разница в целом незначительная. У Samsung в общем-то весьма адекватный ширик. При этом у него шире угол. И на самом деле иногда это даёт больше, чем наличие автофокуса. Так что тут решайте сами, что конкретно вам важнее. А вот телевик на Samsung лучше. В тесте против S21 я ошибся, сказав, что у FE гибридный зум. Нет, тут честный трёхкратный оптический. И если при хорошем освещении разницу с OnePlus надо выискивать под лупой, настолько она невелика, то в помещении сразу несколько снимков удалить Samsung заметно лучше. Что ещё раз говорит нам о том, сколь плох телевик OnePlus, который, напомню, перекочевал и на модель 10 Pro. Макро, кстати, на Samsung также сделать существенно проще. То ли алгоритмы помогают, то ли я не умею снимать на ультраширик OnePlus. Но на S21 FE все кадры выходили с первого раза. При съёмке ночью я бы сказал, что результат довольно близкий. В авторежиме на OnePlus иногда чуть более шумная картинка, а иногда всё на одном уровне. Ширик на 9 Pro в авторежиме чуть более резкий, но незначительно. Я ожидал больше разницы. А в ночном её вообще почти нет. Но Samsung в ночном снимает заметно дольше, чем OnePlus. Хотя я бы снимал на оба в авто. Так кадры получаются более натуральными. Ну и селфи. Тут вопросы есть к обоим. На Samsung слишком заметен шарпинг. Но тем не менее. OnePlus и на улице-то не блещет. А в помещении его селфи уже просто ниже среднего. Плохая фронталка. О чём не раз было сказано ранее. В плане видеосъёмки у меня есть ощущение, что на OnePlus что-то сломалось с обновлением. Он и раньше при повороте камеры в 4К 60 фпс не блистал. Стаб был заметен. Но сейчас картинка стала ещё и какой-то нестабильной. Samsung реально лучше справляется с этой задачей. Тест записи видео Samsung S21 FE и OnePlus 9 Pro. Тест записи видео Samsung S21 FE и OnePlus 9 Pro. Посмотрим, как они снимают видео при хорошем освещении. Съёмку веду в 4К 60 фпс. В общем, основная камера выдаёт один уровень. Но телефото, селфи и видеосъёмка на Samsung мне нравится больше. OnePlus это по-прежнему история не про камеру. По беспроводным интерфейсам порядок. Оба отлично ловят 4G+. Скорости высокие. Плюс на OnePlus с последним обновлением появилась долгожданная поддержка в LTE, которая конечно же есть на Samsung. Да и датчики приближения у обоих эталонные. Срабатывают идеально при любом положении аппарата. Это очень хорошо. Плюс и там и там в наличии влагозащита по стандарту IP68. Тут экономить не стали. Итак, какой аппарат выбрать? Как обычно, жду от вас мнения в комментариях. На самом деле, оказалось-то всё не так уж и просто. OnePlus вроде бы за те же деньги даёт больше. Разрешение дисплея тут выше. Материалы корпуса лучше. Вибромотор качественнее. Плюс зарядка гораздо быстрее. Samsung имеет свои плюсы. По совокупности факторов его камера мне нравится больше. Оболочка стабильнее. Тут не бывает таких досадных косяков, как на OnePlus. Автономность чуть выше. Но объективно разница не столь велика. И скорость зарядки для меня важнее. Если раньше я бы 100% выбрал для себя OnePlus, то теперь не уверен. Меня правда огорчает OxygenOS. И я легко пойму того, кто сэкономит и возьмёт за 40 тысяч базовый S21FE. 50 тысяч за версию на 256 мне было бы жалко. А вот базовый вариант смотрится весьма неплохо. Плюс он продолжит дешеветь. А OnePlus-то вот-вот уйдёт из продажи. Так что если планировали взять 9 Pro, сейчас самое время уже это сделать. За свои деньги, даже с озвученными недостатками, это по-прежнему отличное устройство. Как-то так. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Можете также посмотреть тест новенького Realme 9 Pro Plus. Или сравнение S21FE с простым S21. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!